Они познакомились в университете. Он студент Гарварда, звезда хоккейной команды и сын миллионера. Она учится на искусствоведа и занимается музыкой, любящая дочь отца булочника. Полюбили друг друга и поженились. Через несколько лет она умерла. Простая и бесхитростная, казалось бы, история любви. Но каждый увидит ее по-своему. Спектакль – это история любви двух молодых людей, настоящей любви, которые так редко встречаются в жизни, которые все так стремятся и хотят обрести. Не у всех это получается. Еще есть тема отцов и детей. Тема очень душесшипательная, потому что мы не всегда чувствуем и понимаем своих детей. Нам кажется, что мы прекрасно знаем, что им нужно. Мы не слышим их. И делаем от этого только хуже. В спектакле герои все сложности преодолевают, благодаря чему связь отца и сына восстанавливается. Между тем, счастливого конца в этом действии не будет. Все как в жизни. Роль у меня потрясающая. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что это большая редкость. Не всем артистам удается сыграть и получить такую роль. Конечно, это не какая-то Джульетта, да, великая. Не Гамлет, да, моему партнеру достался. Но я вот когда репетировала, я вот думала, ё-моё, не сыграю Гамлета. Хотя могу. Ничего страшного. Не сыграю Джульетту уже постарелую. Ничего страшного. А вот то, что у меня было в моей жизни вот такое счастье, это очень ценно. Много лет назад тот же спектакль, поставленный тем же режиссером, уже был на этой сцене. Но история получилась совсем другая. Я повзрослела, стала взрослее и опытнее. Все-таки была еще сама молодая девушка, когда ставила спектакль этот первый раз. Но так же волнительно, как и в первый раз. Как все заново. И артисты в главных ролях молодые, только поступившие в труппу. Я смотрел по видеозаписи, когда мы начали делать этот спектакль. Я видел видеозаписи. Помогло вам это или... Нет, я не отталкивался. Что вы хотели сказать зрителям? Лично вы. Дороже любви нет ничего. Слезы на глазах артистов, на глазах зрителей. Щемящая душу история о главном. О важном. Она непременно затронет потаенные струнки души, вне зависимости от возраста, профессии и социального статуса зрителя. Спектакль будут играть на малой сцене, что будто вовлекает в происходящее, создавая эффект интимности, камерности и причастности к происходящему. Увидеть спектакль на сцене рязанскому зрителю доведется в новом театральном сезоне. Осенью. Блеск ночного Днепра, сад Плюшкина или Бакенбарды Ноздрева. Все это так и просится со страниц книг, прямо-таки под кисть и карандаш. Рисунки к произведениям появлялись еще при жизни писателя, хотя сам он к этому относился скептически. Гоголь в изобразительном искусстве разбирался хорошо и даже сам увлекался как любитель и посещал натурный класс Академии художеств. Обложка первого издания «Мертвых душ» литографировалась по собственному эскизу писателя. Гоголь относится к числу тех писателей, творчество которых очень хорошо перекликается с изобразительным искусством. У него был исключительно пластический изобразительный дар и не случайно он остается одним из популярнейших у иллюстраторов авторов. Среди экспонируемых на выставке произведений зритель найдет классические, пожалуй, самые известные акварельные иллюстрации Баклевского из середины XIX века. Здесь галерея портретов Плюшкин, Коробочка, Чичиков, карикатурная физиономия, которых по сей день задают восприятие этих персонажей. К тому же периоду относятся листы из альбомов «К вечерам на хуторе Близдиканьки». Литографии выполнены ведущими мастерами того времени, в первую очередь Маковским, в мастерской которого они печатались ограниченным тиражом. Есть и дополнительный материал, иллюстрирующий биографию Гоголя. Портреты его младших и старших современников. Огромное место, как вы знаете, в его литературной судьбе сыграло знакомство с Пушкиным и Шуковским, в тот момент, когда он приехал из Нежины в Петербург. А также пейзажи тех мест, которые были Гоголю близки, важны. Это и Киев, и Рим, где писались «Мертвые души». И, разумеется, Петербург, который стал одним из полноправных героев его творчества. К началу 20 века относятся гравюры Фаворского. Например, иллюстрации к Ивану Федоровичу Шпоньке и его тетушке. Они считаются хрестоматийным примером отражения Гоголевского гротеска в графике. Здесь и гуаши Пластова с картиной «Лунной ночи» и пять литографий Кибрика к повести «Портрет». Целый раздел экспозиции посвящен Шинели. Работать выставка будет до 12 мая. Надеемся, что выставка будет интересна всем. И тем, кто знает тексты Гоголя буквально наизусть, и тем, кто только начинает его читать, и тем, кто, может быть, еще не успел этого сделать. Но, мы надеемся, захочет, прогулявшись по постричным залам. Начинается композиция с одиночной тумбы «Старик Семен». Есть в экспозиции тумба, посвященная теме духовности, на которой расположены три куклы, в том числе фигура Андрея Рублева. Тема верности отражается через образ Герды и Мика Перасмани, а объединяют композицию розы. Можно увидеть и литературных персонажей. Ассоль и куклу по роману Габриэля Гарсия Маркеса «Сто лет одиночества». Я хотела бы обратить внимание на куклу, где стоят Рыжий Клод и Эмиль Бернар, поэт. Это самая историческая, скажем, тумба, потому что на этой тумбе стоит поэт Эмиль Бернар, который я сделала в 2011 году. Это моя самая первая кукла. И Рыжий Клод по стиху Бадлера – это моя самая последняя кукла. Буквально я в начале марта ее закончила. То есть Альфа и Омега, конец сошелся с началом. Самое интересное для меня – это придумывать личность. Личность, которую я оживлю, и она будет жить. Всего на выставке представлено 14 кукол, 5 из которых созданы в последний год. Как рассказала Ирина Сельмин, в среднем на изготовление одной куклы уходит месяц. Художница использует самозатвердевающий пластик «Ладол» – проволочный каркас для туловища синтепона, а для костюма – кожу. Отметим, что на выставке работы расположены по тематикам, а сопроводительные тексты помогают лучше понять, какой образ опечатлен. Также можно увидеть фотографии театральных кукол, которые Ирина изготовила в разные годы. Выставка продлится до 20 апреля. Вход свободный. Тарас Бульба, Паночка, Манилов и Собакевич. Узнаваемые образы гоголевских персонажей в работах Владимира Кузнецкого отражают характер героев и даже их социальное положение. Помимо графических листов на выставке представлены бронзовые барельефы и скульптуры. Вообще, проект «Внешний смех» и «Тайный плач» изначально был вдохновлен художником Петром Баклевским. Будучи уроженцем села Елшина, Рязанской губернии, именно он создал знаменитые графические образы героев «Мертвых душ» и «Ревизора». Наше обтечение с Владимиром Михайловичем как раз состоялось благодаря Петру Михайловичу Баклевскому. Были юбилейные даты, посвященные Баклевскому. Было обсуждение того, как должно звучать это имя на Рязанской земле. Были идеи о будущем памятники. Они звучат и сегодня. И замечательно, что сегодня член Союза художников Москвы, человек, который прошел очень большой путь и представляет плоды своего творчества. Мостик из 19-го в 21-й век. Так окрестили выставку сотрудники музея-заповедника. И действительно, несмотря на то, что работы выполнены нашим современником, мастер использовал традиции гоголевского времени. Гоголь – это человек космического полета. И я думаю, что он в этом отношении мучает не только те, кто проживает на родине его, в России. Он мучает весь мир, по сути дела. Мы знаем, что он переведен практически на почти все ведущие языки мира. И его полеты, они, в общем-то, не ограничивались Россией. Он постоянно как бы путешествовал. Италия, Франция, Германия, во всех странах он оставлял после себя шлейф. Половину своей жизни Николай Гоголь провел в путешествиях и поездках, оставив свой след в каждом из городов, который посетил. И даже спустя два века проблемы, которые писатель затрагивал в своих произведениях, остаются важными и злободневными. Именно поэтому современные авторы порой делают их центральной темой своих работ. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова